Всем привет! Произошло то, чего зрители по всему миру ждали на протяжении почти четырех лет. Фильм Джон Уик, глава четвертая, наконец-то был показан на больших экранах. Что же, нужно сказать, что пока что впечатление от очередного сиквела просто невероятное, а отзывы исключительно восторженные, визуальный шедевр, умопомрачительный, лучший боевик всех времен, вот только малая часть тех эпитетов, которыми наделяет сейчас новинку. Что же, сегодня мы, разумеется, без спойлеров поговорим о том, какое первое впечатление производит новый Джон Уик, в самом ли деле это лучший боевик 21 века, что ждет франшизу дальше, уходит ли ее главный создатель, а также появится ли Киану Ривз в спин-оффах Джона Уика. Это будет интересно, так что смотрите до конца. Дифмарк – это топовая торговая площадка для геймеров и не только. Тут вас ждет огромное количество игр для разных платформ и сервисов, есть игровая валюта, ключи аккаунта или даже софт. Зарегистрироваться на Дифмарк максимально просто, буквально в два клика, все транзакции безопасны и, что важно, работает качественная поддержка 24 на 7, готовая в любое время дня или ночи решить любой ваш вопрос. Плюс в вашем распоряжении более 300 методов оплаты, которые подойдут абсолютно всем. Ну а по промокоду Movie Maker вы получите скидку 10% на все, ссылка в описании. Итак, буквально в паре слов, чтобы в целом освежить вашу память. Вообще детали сюжета четвертой части ее создатели держат в секрете, но чат Стахелски в одном из своих интервью предупредил зрителей, что они не должны ждать счастливого финала. Кроме того, Стахелски рассказал журналистам, что наемница София сможет защитить свою дочь в четвертой ленте, действие фильма будет разворачиваться в некоторых странах – в США, Японии, Франции, Германии и даже Иордании. Кроме того, еще в июне 2020 года стало известно, что в фильм включат несколько экшн-сцен, вырезанных из Джона Уика 3. В этих сценах используются сюжетные элементы из легенд о короле Артуре, вестернов и даже самурайских фильмов. Если же вернуться в день сегодняшний, то после четырех лет ожидания, Джон Уик 4 Чета Стахелски наконец-то был представлен представителем прессы на мировой премьере фильма в Лондоне. Первые реакции на кино в подавляющем большинстве положительные, и многие журналисты снова поражены безграничным воображением режиссера, который находит каждый раз что-то новое для очередного витка приключений Джона. Также нужно отметить, что на момент создания данного видео критики одарили новинку оценкой в почти 90 баллов из 100, что делает ее пока что самой рейтинговой из всех предыдущих частей. Более того, в одном из обзоров было сказано, что каждая боевая сцена в фильме может стать кульминацией любой из трех других частей. Таким образом, становится ясно, что экшен и боевые сцены новинки на предельно возможной высоте. Даже несмотря на то, что самому Киану уже под 60, да и в прошлых фильмах планку актеры вся команда установили максимально высокую, так что превзойти ее, казалось бы, невозможно. Тем не менее, консенсус всех реакций, восхваляющих Джона Уика глава 4, говорит о фильме как об одном из величайших боевиков, когда-либо созданных. Так что похоже, что почти четырехлетнее ожидание очевидно того стоило. Тем не менее, по словам режиссера главы 4 Чада Стахелски, нам снова придется немного подождать, пока так называемый Уикверс выйдет на свои максимальные обороты. Но об этом позже, а пока давайте сосредоточимся на четвертом фильме. Прямо сейчас уже формируется мнение как минимум пока среди критиков, но думаю, что зрители также к нему присоединятся, что Джон Уик, глава 4, шедевр боевиков. Этот фильм представляет лучших профессионалов в области боевиков, демонстрирующих всю полноту своих талантов, на максимально разнообразном фоне. Имеется в виду всевозможные локации из разных уголков нашей планеты, что где-то делает новую часть похожей на миссию невыполниму Джеймса Бонда или даже Форсаж. Также в отличие, например, от первой части, теперь авторы нового фильма обладают достаточным бюджетом и, как и ранее, явным стремлением сделать все правильно. Другими словами, это боевик абсолютного мастерства. Кроме того, многие критики считают, что новый Уик – это, несомненно, величайший боевик как минимум 2023 года, и чтобы свергнуть его с престола, потребуется шедевр уровня Дороги Ярости. А это, согласитесь, существенная заявка на успех, или, если хотите, мировое доминирование. Кроме того, Киану Ривз и вся команда фильма, похоже, поставили перед собой задачу не только превзойти все, что было прежде во франшизе Джона Уика, но и установить новую планку в целом, а это всегда приветствуется. А вот в подкрепление и парочка коротких рецензий критиков, уже посмотревших и оценивших новинку. Давайте послушаем. Один из величайших боевиков, когда-либо созданных. Джон Уик 4 превосходит всех трех своих предшественников по повествованию, размаху и ставкам, бесчисленным удивительным декорациям. Трудно представить, что все это содержится в одном фильме. Убийственный Билл Скарсгард, чертовски захватывающая концовка франшизы. Это 9,5 из 10. Звучит многообещающе, согласитесь. И, кстати говоря, опасения по поводу ошеломляющей продолжительности горячо ожидаемой четвертой части тоже, похоже, развеялись. Например, в одном из ранних обзоров говорится, что все почти три часа фильма потрачены не зря. У меня были сомнения по поводу почти трехчасовой продолжительности Джона Уика глава 4, но фильм этого заслуживает. Это эпопея с умным темпом, который никогда не позволяет действию чувствовать себя утомительным, а декорации просто феноменальны. Отличный состав новичков франшизы, но Донни Йен самый крутой игрок. Что, кстати, очень интересное дополнение, ведь получается, что китайский мастер боевых искусств, актеры, режиссер, продюсер, постановщик трюков и боевых сцен даже в новой части затмевает самого Киану, хотя раньше подобных заявок мы никогда не слышали. Да, ну и еще невозможно не отметить грандиозный масштаб новинки, так что всем нам рекомендуют смотреть ее исключительно Ваймакс, ведь количество участников в новом боевике больше, чем в предыдущих трех фильмах вместе взятых. Мы можем только представить себе этот размах и масштаб происходящего. Я смотрел Джон Уик 4 Ваймакс и настоятельно рекомендую вам сделать то же самое. Количество тел больше, чем в предыдущих трех частях вместе взятых. Киану Ривз в образе Джона Уикка снова не сдерживается и представляет собой силу, с которой нужно считаться. Этот фильм перенесет вас в путешествие по миру и добавит самые умопомрачительные бои и боевые сцены в захватывающей и невероятной эпопее, меняющей жанры. Что же, нет никаких сомнений в том, что после мучительно долгого, почти четырехлетнего ожидания с момента выхода последней части франшизы, вокруг свежего приключения Джона Уикка на большом экране только нарастает ажиотаж. И, кстати говоря, если судить по прогнозам кассовых сборов, это будет абсолютный хит. Ведь согласно прогнозам, Джон Уикк глава 4 станет самой крупной кассовой частью данной франшизы в Северной Америке. Согласно Deadline, ранние прогнозы на первые выходные Джона Уикка глава 4 показывают, что кассовые сборы сиквела составят от 60 до 70 миллионов долларов только на внутреннем рынке, что станет самым сильным открытием всей франшизы. А если учесть, что прошлый третий фильм заработал в общем зачете почти 350 миллионов долларов, то с учетом размаха и ажиотажа некоторые самые смелые аналитики уже даже прогнозируют, что четвертая глава сможет перейти отметку в полмиллиарда баксов, что, конечно, просто невероятная цифра, как для боевика. Более того, как пишут некоторые издания, Джон Уикка глава 4 вполне может стать венцом славы и неким камертоном для, так сказать, международного боевика. Команда Джона Уикка уже давно привлекает в свои ряды захватывающие таланты из мира боевиков, но здесь в главе 4 собрались лучшие из лучших современных звезд. Во-первых, китайская сенсация Джонни Йен вступает в бой в роли Кейна. Британский феномен боевиков Скотт Эдкинс также был выбран на роль Килла, чудовищного персонажа, который стоит на пути Уикка и является главным антагонистом в новой части. Чилийская звезда Марко Сарор также играет роль Чиди, правой руки Маркиза в исполнении Билла Скарсгарда. Ну, в общем, вы поняли. Наверное, впервые у Киану Ривза в данной саге появились действительно максимально харизматичные противники, которые могут посоперничать с актером за лидерство в кадре. И это только часть актерского состава, чтобы сильно не углубляться в детали и не спойлерить. А тем временем критики все продолжают лить елей на новинку, говоря, что фильмы, как Джон Уик и Глава 4, почти никогда не появляются на свет. Декорация, освещение, операторская работа, пульсирующий техно-саундтрек – все это имеет огромное значение. Эстетический шедевр, который не является ошибкой. За 2 часа 50 минут работы Джон Уик 4 олицетворяет высшую уверенность мастеров в своей области, демонстрирующих лучшие в своей карьере работы сверху донизу, с бюджетом, дающим им свободу, и установленной фан-базой, жаждущей того, что они делают. Так что новый Уик действительно представляет собой кульминацию того, чего жанр боевиков смог достичь в эту новейшую эпоху, и бросает перчатку любому, кто сегодня работает в данном жанре в любой точке мира, чтобы попытаться превзойти то, что Стахелский, Ривз и вся команда сделали в этой потрясающей и захватывающей эпопее. Что же, ну а после таких потоков экстаза, давайте еще вкратце упомянем о будущем данной франшизы. Конечно, история о Джоне Уике далека от своего завершения, Ривз уже похвалил спин-офф и балерина с участием Анны Де Армос, в котором актер вновь сыграет свою роль главного героя франшизы, и Континенталь, мини-сериал-приквел, посвященный сети отелей, ну и, конечно же, Джон Уик 5, похоже, все еще находится в стадии разработки, но поскольку давний руководитель франшизы Чат Стахелский уклоняется от ответа на вопрос, останется он или уйдет, видимо, пятую часть нам придется ждать дольше, чем даже эту. Хотя зато Киану Ривз уже подтвердил свое появление в долгожданном спин-оффе Джона Уика «Балерина». Съемки данного проекта с Анной Де Армос начались еще в ноябре прошлого года в Праге, и ранее говорилось, что балерина обойдется без Джона Уика, но теперь сам Киану Ривз подтвердил, что это не так и что он в деле. И хотя мы не знаем масштаба присутствия актера в спин-оффе, это все равно отличная новость, как по мне. Что же, на такой вот возвышенной ноте предлагаю на сегодня закругляться. Пишите ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал и на наш телеграм по ссылке в описании, чтобы ничего не пропустить, а также ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр и всем пока!